Привет, друзья, подписчики мои! Добро пожаловать на Battle Nexus 4 сезон! И всё хорошее, когда ему заканчивается, остаётся буквально ещё 3 выпуска, этот и ещё 2, то есть этот ещё один и финал, и мы узнаем, кто станет сильнейшим чемпионом в этом сезоне. Друзья, дело в том, что, как я говорил в прошлом сезоне, когда мы заканчивали Battle Nexus 3 сезон, что остаются одни и те же, за исключением того, что в этот раз у нас играли и СБ, и Токаратоми, и Хасбро, и поэтому у нас от Хасбро выступают Кайнекс, Балкиш и Геркулес. От СБ выступают Тридент, Форнеус, Бастетк Скалибур, и всё. От Токаратоми... А, ещё Ревайф Феникс. От Токаратоми выступает у нас только Геркулес, он добрался до финала единственный. Ещё есть Супервайрлс, вот такая компания. И три вот таких ноунейма, но им просто повезло, хотя сражались они достойно в каждом бою. Как бы, да, конечно, им не выпадали ни Геркулес, ни Форнеусы, но, тем не менее, они сегодня здесь. И это очень круто. Друзья, и что мы делаем, вывод, что из всех Токаратоми, получается, дошёл только Геркулес. Получается, Токаратоми не самая сильная фирма, но вот такие дела. Что ж, давайте положим все Блэйды в шапку. И будем доставать их по два. До двух очков. Итак, Блэйды в моей Блэйдерской шапке. Ну что ж, давайте разделим, давайте разделим команды. А, ну, мне, короче, рукой проще будет доставать. Я, блин, не могу подцепить. Сделаю максимально быстро. Так, кто у нас? О, Форнеус против Токаратоми. Ничего себе. Хорошо. Так, Кайнакс против Балкиша. Так, хорошо. А, ещё двух. Фафнир против Трайдента. Джил Трайдент до шестёрки доберётся. А, Геркулес против. О-хо-хо-хо-хо-хо. Жесть. А, ну это вообще смешно. Это же смешно. Давайте Геркулес зададим этих соперников. И всё. И в финале у нас кто? Вот эти два. Чё пока. Вот такой батл Нексус. Окей, давайте сначала посражаем, наверное, Феникса против Кербеуса. Кербеус достойно дошёл до финала. Возможно, у него есть шанс. Погнали. Я буду запускать его первым, потому что... Ну, а по-другому смысла я просто не вижу запускать его. Да, друзья, много-много роликов, много выпусков получилось в этом сезоне. Если быть точным, всего будет 21. Это уже 19 выпуск. Много было необычных решений. Много. Но, если честно, было не особо много взрывных финишей. Я уж так итоги подвожу потихонечку. Но потому что в данном бою с Туфеникс, я говорю, опять дойдёт до финала. Посмотри какой, а. Ты посмотри. Всё-таки мощнейший. Мощнейший, Бэйблей. Я не понимаю. У нас в финале в шестёрке лучших будет либо Басток Скалибр, либо Азот Ахиллес. Ну, как это работает? Ладно, не да... О, ого! Взрывным финишем уничтожается у соперника Феникса. Ему не понравилось то, что он снял с него раму. И это было круто. Первый раз взорвали Кербеуса. Вот с таким вот драйвером китайским. Жесть. Давайте играть дальше. Ахиллес против Басток Скалибра. Всё, этот уже в шестёрке лучших. Молодец. Красавчик. Первым запускаю я Ахиллес. Этот Ахиллес очень жестокий, Бэйблей. Я не знаю, насколько жестокий пластик у оригинального Ахиллеса, но здесь прям он очень жестокий. Вот. И да, в финале, народ, кто бы что ни говорил про атакующие типа запуски, про всякие пуски, вот это всё под углом, под наклоном. Не стоит отрицать того факта... О, проиграл Басток Скалибр. Ой, проиграл Ахиллес одно очко. Извиняюсь. Не стоит отрицать того факта, что сегодня из всех атакующих Бэйблейдов у нас присутствует только Басток Скалибр. И, ну, Ахиллес, ну, там странный драйвер, он комбо. 1-0 в пользу Скалибру. Скалибр дошёл до финала по абсолютной случайности. О, 1-1. По абсолютной случайности дошёл до финала. И, тем не менее, у нас все выносливые. Эки защитные, это самые выносливые, это всё одно и то же. Все только эти ребятки дошли сегодня до финала. Поэтому, друзья, думайте сами. Я понимаю, конечно, я понимаю, что все вы любите Волтроеков, Скалибров. Бастоду, я считаю, просто повезло сегодня. Во всех боях он показал себя не прям на вышке. Да, кого-то он там уничтожил, но, тем не менее. Вот, тем не менее, в финале у нас получается 10 выносливых бейблейдов или защитных. Это уже, это, это, поверьте мне, между защитой и выносливостью разницы нету. Просто поверьте. О, даже проиграл, смотри, обалдеть. 2-1 счёт в пользу Зета Ахиллеса. Удивительно. Вот, Форнелус от Супервьюс против Геркульс от компании Токаратоми. Поехали. Вот. Дэд Феникс сегодня только не дошли. Удивительно. Там просто, на самом деле, от Токаратоми Дэд Фениксу просто, просто не повезло. Вот. Видите? О, ну это да, это я посчитаю. 1-0, всё правильно. Я посчитаю так, потому что, да, это бред. Форнелус стал очень часто вылетать с ринга, чаще, чем даже Чезот Ахиллес. Обалдеть. Что-то вообще Форнелус подводить меня стал. Ещё один бой. Вот. Как мы видим, что вот 12 лучших Бейблэйдов, они все выносливы. Понимаете? Жалко ещё... А, этого Геркулеса от СБ ещё жалко нету у нас здесь в касте. Тем не менее. Все мощи... А, и Фафнер. А, ну Фафнер, смотрите, вот такой дошёл. Но Гайсту, Фафнеру, просто искренне вам скажу, не повезло. Немножко Гайст Фафнер оригинальный не дотянул. То же самое, что и Дэд Феникс. Ну да, всё. 2-0 в пользу Арчера Геркулеса. Форнелус от Супервайлус, прости, ты немножко, тебе не хватило. Я тебя обожаю, ты сладкий, но... Ну, зайчик. Но не дошло. Дальше. Кайникс против Балкиша. Вот так вот. 2 Хасбра слились в едино. Очень круто. А, и получается у нас... А, это же... Подожди, это избишка. А, это, я думал, это этот. Всё, я понял. Окей, окей. Подожди, а у меня же... Слушайте, а... Народ. А, нет, стой. Ну, Геркулес, Хасбра, да. Всё правильно. А, подожди, подожди. Стой, стой, стой. Либо лыжи не едут, либо... Секунду. Секунду. Народ. А кто-нибудь видел... Синего Геркулеса? А, всё, Геркулес синий, получается, тоже проиграл. Удивительно. Ладно, погнали. Балкиш. А кому проиграл Геркулес, сидите, пожалуйста, в комментариях, черканите мне, чтобы я знал. Вот. Просто, видите, какая штука получается, что всё равно, все выносливые... Балкиш был первый здесь. Все выносливые гораздо круче. Гайс, Фафнера немножко не хватило. В основном кто? Феникс Красный, Геркулес и Форнеус. Понимаете? Ещё, конечно, не хватает Дэд Феникса и Фафнера. Самые мощнейшие пять волчков. Это Геркулес, Феникс, Фафнер, Форнеус и Дэд Феникс. Ну. И вот кто-то из этих ещё мощный. Кайникс содержит одно очко, хорошо запускается он теперь первым. Да, и Кайникс тоже ещё мощнейший. Вот он тоже сегодня здесь. Ну, как бы да. Нет, 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 нет. Касание, так не честно, касание не было. Перезапуск. Делаем перезапуск, народ, так не честно. Это было не честно, касание я не увидел. Даже если оно было, оно было не настолько, чтобы он проиграл так просто. Не-не-не-не-не. Поигнали. Сейчас касание было 100%. 1-0 ведёт. Этот самый. Дипкайникс. Вот, конечно, всё зависит от рандома. Рандомно сегодня вылетел, о, не сегодня, а за времен битв, вылетел и Гайст Фафнер, рандомно вылетел Дэд Феникс, рандомно вылетел Эсбишный Геркулес. Но, тем не менее, 1-0 пока в пользу Дипкайникс. Дипкайникс очень классный бейблейд, типа недооценён такой же, как Геркулес. Единственная готова... Сила. Да, Балкч проигрывает, отправляется домой. Окей. Побеждает у нас Дипкайникс. И Дипкайникс, единственная сила после Феникса, способна противостоять Геркулесу. Давайте вот этот бой проведём. Скрютрайдент против Фафнира. Я же говорил, что он достойный бейблейд. Погнали. Запускаем первым. Это причём Фафнир, он даже не от СБ, он какой-то суперподделкой вообще идёт. Да. Вот такой, друзья, непредсказуемый, неожиданный Баттл Нексус. Кто бы мог подумать. Но я изначально на Геркулеса, на Феникса, на всё это ставил. Поэтому... Проигрывает у нас Крютрайдент, поэтому он будет запущен вторым. Погнали. Супер-китайский Фафнир, на супер-китайском драйвере, с вообще не... О! Ого, почти выкинул, но мощи этот не хватило, у него он... Ого! Выбивание с ринга, всё, народ, 2-0, это было честно. Гайстов Фафнир, вот с такими вот детальками, только посмотрите. От Дрейн Фафнира в супер-китайский, жесть. Причём, кстати, данный супер-китайский Фафнир... А почему перепутал его в прошлом ролике, что... Ну, в позапрошке, который там был до этого ролика. Он очень похож по красу, если СБшный Фафнир немножко ярче, то этот прям чисто копия прям оригинала. Только у него мутноват этот вот центр. Ну и что ж, финальный раунд. Хасборгский Геркулес против Форнус от СБ. Ну что, посмотрим, кто на чьей стороне. А за кого ты болеешь, напиши в комментариях. Погнали. Блин, ничего себе. Ща будет склейка, ребят, сорян. В общем, народ, разлетел с Форнелс, я просто не мог это дело не остановить. Просто все уже на пределе, все нервы на пределе. Уже никто не справляется. Пускатели уже глючат. Ну, а мы продолжаем. Бэйблэйт батлы. У нас завершающий бой. 12 волчков. 12 соперников. От компании Хасборгер Геркулес проигрывает, поэтому он запуска... О, смотрите, даже что случилось, народ. А я даже не увидел. Это МК-шный пускатель. Он развалился, конечно, столько боев он протянул. Обалдеть. Прикиньте, что? То есть, он развалился. Народ, вы прикиньте, что? Развалился пускатель. Я запустил Форнелса, и он выиграл Геркулеса. Обалдеть. Замена пускателя. Я в шоке. Я просто в шоке. У МК очень классный пускатель. И вывез весь этот сам батлнексус практически. Немножко ему не хватило. Обалдеть. Я в шоке. Я даже... Деталь теперь-то я не знаю. Я смотрю, там было много всего в разные стороны. Разлетелес. 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 Но пока счет 1-0 в пользу Форнелса. Да, я же правильно говорю. Да. 2-0 выигрывает императрический Форнелс. Друзья, ну что ж, вот он, касса шестерки лучших. Ревайв, Феникс, Зетта Хелес, Гайст, Фафнер, Арчер, Геркулес, Империар Форнелс и Дип Кайнекс. Кто-то из них уже сегодня вечером станет чемпионом батлнексуса. А вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал ролик. До свидания, народ. Субтитры сделал DimaTorzok